Сегодня старый Новый год. Для многих казахстанцев это еще одна возможность отпраздновать наступление Нового года, если 31 декабря сделать это не удалось. Наши корреспонденты решили узнать, как много наших граждан помнят о старинном празднике по Григорианскому календарю и будут ли его отмечать. Этот день словно финишная прямая череды зимних праздников, рабочие будни. Ажиотажа ни в ресторанах, ни в магазинах нет. Однако пусть это и не сразу заметно, но на вечер у некоторых казахстанцев праздничные планы. Ждем гостей, детвору, потому что приходят, календуют. Готовим конфеты, копеечки, денежки. Чтобы скотов вел все хорошо. А кого-нибудь из внуков сажаю на какой-нибудь меховой, ну на шубу. Дает нам возможность надеяться на то, что у нас все будет хорошо. Это чисто семейное. Мы придерживаемся тому, что были, до нас делали, что наши бабушки, дедушки. Так и мы выполняем. Самый парадоксальный праздник в году, Старый Новый год, возник в начале 20 века. В 1918 году в России июлянский календарь отменили и стали жить по новому летоисчислению. В обращение вошел ныне привычный нам Григорианский календарь. Новый год стал наступать на 13 дней раньше. Но и про праздник по старому стилю православные не забыли. А вместе с ними к празднованию Старого Нового года присоединились и другие народы. Русско-православная церковь все еще ориентируется на православный календарь. Православный календарь составлен на основе юлианского календаря. А отсюда и то, что этот праздник вот таким образом возобновлялся. Для тех людей, которые далеки от религии, это связано с тем, что люди хотят продлить новогодний, как сейчас говорят, драйв. Традицию готовить оливье и дарить подарки в этот день хранят по большей части теперь люди старшего возраста. Зато даже самые молодые не упустят возможности поколедовать, заглянуть на огонек в гости и погадать на суженного. И все же постепенно праздник уходит в историю. Все реже, признаются казахстанцы, они накрывают столы в этот день. А вот относительно новая традиция убирать елку сразу после 13 января в Казахстане прижилась и укоренилась. Уже завтра во многих домах с легкой грустью уберут мишуру и игрушки с елок, а рабочие демонтируют елки на общегородских площадях. Многие начнут завтра упаковывать новогоднюю мишуру и искусственные елки и уберут их уже до следующего года.